Он не умеет ни читать, ни плавать. Так в Древней Греции говорили о человеке, который не достоин называться гражданином. Именно с тех самых пор плавание считается символом разностороннего развития человека. С этого года в программу соревнований 23-й спартакиада учащихся городов ввели небольшое изменение, которое появилось благодаря возвращению норм ГТО. Из 12 утвержденных видов спорта половина выборочные, в их числе и плавание. А потому да здравствует летний и зимний палеотлон. 11 ступеней возрастных. Сегодня в наших соревнованиях принимают участие 4-5 ступень. Бассейн «Аквамед» оказался очень комфортным местом для проведения водных соревнований. Преподаватели физической культуры не раз обращали внимание, что именно отсутствие возможности плавать в любое время года в их учебных заведениях и определяет отстающих и фаворитов. Специализированные классы есть, например, в школе номер 15. Там и команда сильнее. Я вот здесь сам первый раз, но у меня бассейн, я в восторге. Поэтому мне очень понравилось, даже вот с преподавателями, всем оно очень нравится. И главное, ребята все видят в свое время, а то они обычно спрашивают, за сколько мы пропали, за сколько, как в наше время. А здесь они голову подняли, у них уже здесь все, они уже знают. Это замечательные условия, конечно, это то, к чему надо стремиться. От чистоты до качества воды. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы ребята, те, которые еще не занимаются плаванием или вообще не занимаются спортом, хотелось бы, чтобы после этого они пришли в спортивную школу и записались обязательно. В течение года ребята будут соревноваться в остальных видах спорта и уже по итогам состоится торжественное награждение. И бояться возвращения норм ГТО абсолютно не стоит. В один голос говорят представители старшего поколения. Братья Виктор и Николай Просковин и помнят, как боролись за этот значок еще студентами и до сих пор в строю. Призер России, я был третьим местом по палеотлоне, когда проходил здесь в Рязани. Участвует чемпионат мира по палеотлоне здесь тоже в Рязани, поэтому мы тоже еще как-то... Сами надвигаемся и детей шевелим. А уж если не готов сдать пресловутый норматив сегодня, значит есть цель на следующий год. Впрочем, школьные годы самые благодатные для подобных соревнований, в один голос уверяют участники. И мы поздравляем победителей.